Доброго времени суток, танкисты! Я хотел бы поделиться с вами своим опытом вождения одного из старейших премиум танков в игре. Это Лев, танк 8 уровня. Если говорить о фарме, то нас тут совершенно не обделили орудием. Это 10,5 см КВК Л-70, который выделяется на своем уровне отличным бронепробитием, 234 базовым снарядом и 294 голдовым, и хорошим разбросом на 100 метров 0,33. К сожалению, время сведения и скорострельность у нас не так хороши на своем уровне. Броня у машины также есть. ВЛД и НЛД 120 мм под наклоном 55 и 45 градусов соответственно, и борта 80 мм у корпуса, как и корма. Башня тоже 120 мм, плюс маска толщиной 120 мм под хорошими рикошетными наклонами. На практике эту башню пробить достаточно трудно. И разве что выцелить можно лючок и вот эти две щечки небольшие, которые расположены и слегка прикрыты триплексами. Корпус же ВЛД может выдерживать попадание таких орудий, которые устанавливаются на Т-32, Альфа Таблок или Т-54. Но, к сожалению, ВЛД вряд ли вас спасет от орудий ИС-3, Королевского Тигра, Т-34 и более серьезных противников. НЛД выдержит разве что малокалиберные орудия, например, которые устанавливаются в Т-28, Чазевы, Шерманы и так далее. Даже орудия Хеллкета или Штуга в состоянии нас пробить в этот НЛД. Говоря о АПе, вы могли слышать о нем, в следующем патче ожидает улучшение некоторых характеристик кулевая. А именно, это улучшение бортовой брони в верхней ее части с 80 до 100 мм, увеличение в два раза боекомплекта с 40 до 80 снарядов и улучшение УВН. Если сейчас у нас они минус 6, то станет минус 8, и вверх пушка станет задираться аж до 37 градусов. Если вспоминать о минусах, то, наверное, самый известный из них это пожароопасность. Как и у любой немец, лев очень часто горит. И чтобы снизить эту вероятность и увеличить комфорт от игры, я вам советую поставить автоматический огнетушитель, который снижает возгораемость на 10%, что лишним точно не бывает и вполне себе окупается при езде на этом танке. А также вкачать умение механику-водителю чистота и порядок, который еще на 25% снизит возгораемость. Таким образом, наша базовая возгораемость 20% за счет этих бонусов снизится всего лишь до 12%, что позволяет забить о пожарах на большинстве боев. Если же вы, как любитель быстрой безды, поставите бензин, то рано или поздно вас будет ожидать довольно большое огорчение. Господи, как больно! Что случилось? Рихард, подуй, я не достаю! Так что не ставьте бензин. А теперь давайте перейдем к рассмотрению расположения внутренних модулей и членов экипажа в танке. Итак, спереди у нас вот в этом стыке и небольшая вот эта верхняя и нижняя часть располагается моторный смесионный отсек, при попадании которого приводит к возгоранию или повреждению двигателя. Сам же двигатель у нас располагается в кормовой части танка сразу за башней, примерно вот этот участок. А следом за ним уже идут баки до выхлопных труб, вот этих вот. Боеукладка у нас расположена у нас под башней с обоих сторон на бортах, а также вот этот небольшой участок справа сзади на башне. Рация у нас располагается вот здесь. Механизм поворота башни, понятное дело, что под башней. И имеется 4 триплекса. Два вот здесь. Они, наверное, сделаны были для того, чтобы хоть иногда защищать вот эти щечки от пробитий. И триплекс на башне и на командирке. Причем триплекс на командирке тоже иногда позволяет ловить снаряды без урона, что не раз спасало мне жизнь, когда я играл от башни. Орудие ломается примерно начиная с вот этого участка, где заканчивается маска. Если смотреть лицом к лицу на танк, то танкисты расположены следующим образом. Мехот у нас располагается справа, у него есть для этого свой собственный лючок. Радис сидит слева. Наводчик располагается ближе к лобовой части башни справа, заряжающий слева, и командир ближе к корме башни по центру. Теперь давайте рассмотрим, какое лучшее оборудование поставить на наш танчик. На первое место, естественно, выходит досылатель, потому что без него ни один танк сейчас, наверное, высокоуровневым жить не может. Вторым модулем я предпочел поставить усиленные приводы наводки. Почему не стабилизатор? В конце концов, Лев немецкий танк-снайпер, и поэтому на нем чаще всего просто занимаешь какую-то позицию, и оттуда ведешь огонь на протяжении большей части боя. И поэтому стабилизатор не имеет смысла. Стабилизатор нужен для таких танков, как ИС-3, как ИС-8, даже Т-32 и то лучше смотрится со стабилизатором. На Льве же и так низкая скорость способствует повышению стабилизации на ходу. Ну и тем не менее. А приводы же нужны всегда, потому что сведение, как я и говорил, у нас средненькое, 2,9. К тому же стабилизацию еще можно улучшить за счет перков экипажа, таких как плавный ход и плавный поворот башни. Время сведения же не скомментируешь ничем. И третий, наверное, самый спорный модуль, я поставил просветленную оптику. Вообще, я много различных сетапов пробовал, я пробовал и стабилизатор, пробовал и вентиляцию, но даже несмотря на выключенное боевое братство, вентилятор не принес мне какого-либо профита, а про стабилизатор я уже говорил ранее, что он не по теме для этого танка будет. Поэтому я остановился на оптике. В конце концов, у нас есть отличный базовый обзор, равный 400 метрам, что позволяет нам и так хорошо светить себе самому и светить союзникам. А если же мы еще и часто попадаем в мир боли, то иногда обзор это единственное, чем мы еще можем хоть как-то заставлять противнику неприятности. Сами встали в кустик и подсвечиваем. Иногда можно ставить на гусеницы, если откатиться предварительно на 15 метров. Поэтому мой выбор однозначно оптика. Трубы же я не люблю использовать, они разве что для ПТСа угодятся. Но мы все-таки еще можем хоть куда-то переползать. И следующим вопросом, который я хотел бы поставить, это перки у экипажа. Обязательно к выкачиванию должны быть ремонт, лампочка у командира, чистота и порядок у механика-водителя, беспоконтактная боеукладка у заряжающего. Радиосту, понятное дело, ставим радиоперехват. Наводчику советую поставить плавный поворот башни. Потому что из стационарного положения башни вращать приходится очень много. Третьим перком обязательно нужно ставить именно Короля Бездорожья. Потому что никакой Виртуоз, никакой Мастер Тарана не позволит нам хоть как-то ускорить этот печальный по подвижности агрегат. А так прибавляется где-то в среднем 4 километра к подвижности. Мелочь, а приятная. И что еще вы могли заметить? У меня выкачана маскировка у радиста и заряжающего. Несколько патчей назад, ну патч 4, наверное, я бы сказал, что просто от скуки выкачиваю маскировку. Но сейчас же эта маскировка, она приносит реальный профит. Почему? Потому что относительно недавно была изменена механика расчета маскировки. Если раньше у танка имелся базовый коэффициент маскировки, да, например, у льва он был равен 4, а у какого-нибудь легкого танка, скажем, Чаффика, он равен 18, то маскировка по мере выкачивания у экипажа в процентном соотношении от этого коэффициента начислялась к этому коэффициенту. То есть, допустим, Хеллкат при прокачке маскировки получал от 18, у него тоже 18, в бонус примерно, скажем, 5 или 6. Еще этого коэффициента. А лев же за счет, опять-таки, процентного получал бы, ну, 0,4, 0,5, где-то так. Согласитесь, не совсем честно. Теперь же, с пересчетом механики, это идет стабильный плюс. То есть, он у каждого тяжелого танка, допустим, восьмого уровня, одинаковый. Что лев, что ИС-3, что Т-32 получит, скажем, ну, полтора коэффициенту незаметности базовому, что значительно честнее. И позволяет не свиститься иногда даже на 300 метрах перед такими машинами, как Першинг и Т-32. На этом у меня все. Надеюсь, что данное видео было вам полезным. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Скоро будет вторая часть видео с разбором применения танка на картах в топе и внизу списка. Спасибо за внимание.